В течение последнего месяца инициативная группа граждан собирала подписи под письмом к Владимиру Путину с требованием немедленного освобождения узников 6 мая. Всего было собрано более трех тысяч подписей. Остальным, к сожалению, все равно. 19 декабря 2013-го, как и было обещано, группа граждан отправилась к Центру международной торговли, где в полдень должна была состояться пресс-конференция Путина. Цель – передать письмо с подписями в защиту узников Болотной. Вы рассчитываете, что ваше письмо попадет лично к Путину? Ну, в будущем, да. А сегодня вы собираетесь ведь ему отнести? Сегодня немножко рассчитываем, мало народу. Мы собираемся его доносить до тех пор, пока мы не принесем это письмо большим количеством людей. Скажите, а почему, на ваш взгляд, так мало людей подписало это письмо? Всего три тысячи там с лишним? Я не считаю, что мало. Это круто, что подписало три тысячи, с учетом того, что это не просто подпись, а вот люди еще собираются, многие их отстаивать, эти подписи, и добиваться встречи. Ну, это немало. Ну, конечно, хотелось бы больше, намного. Ну, реалии таковы. Многие боятся, многие не знают, но мы надеемся изменить как-нибудь эту ситуацию в лучшую сторону. Собственно, для этого мы и делаем все это. Вы работаете на КГБ, как Олег, например. Ну, да, да. Вы работаете на КГБ? Конечно, я инженер-программист на оборонном предприятии. И какие там настроения? Кто-нибудь с вашего предприятия подписал? Ну, с нашего предприятия, ну, народ поддерживает, но подписывать боятся что-либо. Всю дорогу граждан сопровождал тайный агент Леша Улыбка, который то фиксировал, то фотографировал, находясь в легком возбуждении, как порно-продюсер. В ЦМТ никого не пускали. Без аккредитации смотреть на Солнцеликова строго воспрещается. За несколько минут до его приезда напряглись полицейские. Большое внимание, господа, я вас предупрежу не проводить правил права на это акции. Никаких акций здесь не проводят. А мы не проводим вам все. Нет, я вас предупрежу, я не говорю, что проводят. Я предупрежу предупрежу предупреждения. Мы хотим передать президенту подписи. Более того, мы просто принесли подписи и хотим как бы это показать. То есть мы не собираемся ничего орать. Никого, не знаю, там ни на что провоцировать. Видите, все люди адекватные, трезвые. Вот мы просто хотим встать, у нас надпись и вам письмо. Вот мы принесли с собой подписи и письмо. Все, больше ничего. Тут половина журналистов из вас. То есть мы как бы не собираемся... Пока, вот, одну минуточку, одну минуточку. Одну минуточку. Я вас предупреждаю, одиночное пикетирование, одиночное пикетирование... Вы можете нас сразу забрать, просто ради бога. Будут сразу приниматься, сразу забереть. Вы принимаете, ну просто... Правила одиночного пикетирования никто не отменял. Хорошо, давайте тогда мы встанем, мы что, окружимся... Я не знаю, как встанем. Невзирая на то, что правила серии одиночных пикетов были соблюдены, начали хватать всех подряд. Свинтили более 20 человек. За что вы арестовали, гражданина? Вы представились, когда подошли к нему? Представьтесь, пожалуйста. Как вас зовут? Господин младший сержант. Как вас зовут? Вы за что задержали гражданина? Вы что, а не ели, господин? Младший сержант. За что вы задержали гражданина? Сейчас, минуточку. Неравнодушный граждан поментили тотчас. А равнодушные остались на свободе. Пока. Не думая о том, что позиция «Майя хата с краю» приводит только к одному. К месту на краю кладбища. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. А Лешу улыбку мы в соавторы не возьмем.